В прошлой программе мы начали знакомство с народным артистом России Сергеем Леонтьевым. Он рассказал о своей театральной семье, первом дебюте, знаменитых однокашниках и о совместной работе с Анакентем Смоктуновским. Когда он появился в Советском театре и кино, это было событие, просто кардинально изменившее отношение к актерской профессии, к сегодняшнему какому-то способу существования. Мы были просто в потрясении. Я же студентом был, просто был. И вдруг он приезжает к нам, и я вместе с ним играю. Сергей Леонтьев принадлежит к актерам особой породы. Он с молодых ногтей видел лицевую и изнаночную сторону успеха. Тогда считалось абсолютно нормальным жить прямо в гримерных или в общежитиях, которые по большому счету мало чем отличались, когда в них селились актерские семьи. Обязательно просто спектакль собирались, обсуждали. И все время эти разговоры о спектакле, о театре, о ролях, споры какие-то. А в меня это все входило. Я уже как бы понимал, что плохо, что нельзя делать на сцене. Он всегда шел напористо, с полной уверенностью, что выпускник одного из лучших вузов страны не останется без хороших ролей. На спектакле ТЮ за тех лет невозможно было купить билеты, а уж попасть на премьеру или генеральную репетицию считалось особой удачей. У молодого выпускника Щукинского театрального училища Сергея Леонтьева был выбор, но он остановился на Рязани. Вот еще один мой ученик Максим Ларин. Сейчас стал режиссером. Тоже Щуку закончил. К своим студентам Сергей Михайлович относится по-отечески терпеливо. И ему не все удавалось на сцене. В годы юности он играл роль серого волка в «Красной шапочке». Готовился, чистил зубы. Но в самый разгар спектакля, когда пришли охотники и всех спасли, актер Леонтьев с ужасом понял. Он напрочь забыл, что делать дальше. Я вспоминаю, что мне, как только мне говорили, как только про птичек услышишь там текст, так и убегай. Я, значит, лежу уже весь в ужасе сорвать спектакль. А там же продолжение. Там же волк уходит в лес, бежит, там медведь встречает. И финал общий такой поцелуй в диафрагму, все мирные. И я вскочил и убежал. И вдруг слышу на сцене какая-то непонятная тишина тревожная. Заглядываю, они все там зайчики, все персонажи с шапочкой, бабушка, все трясутся от смеха. Я вдруг понял, у меня же пузо-то еще не зашили. Там должно быть, бабушка, достаньте иголки, нитки в шкафчике зашили. И тогда только я должен был убежать. Я убежал мгновенно, ну, чтобы спасти спектакль. Раз, и лег обратно. Но тут они просто все сдохли, все отвернулись от зрителя и рыдают. Все рыдают. Как они доиграли, я не знаю. В этой профессии без самоиронии не обойтись. Было всякое. Роняли декорации, отрывали усы, забывали тексты. Идет пьеса, где все в кружевах, все старинное такое. Открывается дверь, вся в инкрустациях. Входит графиня, вся в инкрустациях такая вот. А артист, герой забыл текст. А раньше по суфлеру работали. Он шепчет, знаешь, что я говорю дальше, незаметно от зрителя. Что я говорю, зритель там. Что я говорю? Он шепчет, узнает в графине свою мать. Что, что, голубчик? Узнает в графине свою мать. Он идет через всю сцену. На тумбочке стоит графин. Берет игру. Мама, как ты туда попала? И плачет. Сегодня в театре выходной. Зрительный зал будто замер в ожидании. И вот, что значит актер. Буквально ступив на сцену, наш герой забывает и о микрофоне, и о видеокамере. Помощник режиссера, у него свой пульт. Он связан со всеми цехами. И все, и объявляет. Так, товарищи, будьте готовы. Через две минуты начинаем. Третий звонок. Актера просим вы на сцену. Даю звонок в зрительный зал. Командует занавес закрывать. А занавес закрывается при помощи вот этой вот. Вот так, очень просто. Во многих театрах там кнопку нажимает, электричество. Но это плохо. Живой занавес лучше. Потому что иногда побыстрее надо. Актеры, как музыкальные инструменты, в зависимости от темперамента и роли, у каждого своя настройка. Кто-то отключает телефон за несколько суток до премьеры. Зритель должен верить. А это значит долой штампы. Кто сказал, что от радости люди подпрыгивают, а от горя плачут. В жизни все намного сложнее. Он вспоминает случай, произошедший с известной актрисой. Она только что узнала, что у нее умер сын. И она вдруг обнаружила себя стоящей у зеркала, у большого, изучающей самую себя, свое поведение. Вот ужас профессии. Представляете? Такая трагедия, страшный удар. Автомат уже работает. А как ведет себя человек в такой ситуации? Больше того, я по себе помню, у меня я в общежитии в Москве, когда мне вдруг открывается дверь, входит четверо моих однокурсников. У меня сразу шерсть дыбом. Сережа, возьми себя в руки. У тебя папа. И я помню, я стал смотреть на каждого из них. Мне было интересно, как они на меня, чего они от меня ждут. Какие у них глаза, как они на меня смотрят. Ему театр подарил все. Хорошие роли, благодарных зрителей, память о родителях и любовь всей жизни. А мы здесь встретились в Рязани. Она приехала из Петропавловска, из Казахстана. Стройненькая такая, ну, просто невозможно. Невозможно спокойно вспоминать. Вот, и через полгода я уже не мог глаз оторвать, и провожал ее домой, и все. И вот 50 лет уже недавно. Они до сих пор играют главные роли в одних спектаклях. Это вот моя супруга, видите, какая красивая. Очень. Вот так вот, хорошо мы сочетаем. А вы чем-то похожи. Ну вот, муж и жена одна сатана. Коллеги по цеху называют его человеком с элегантной тайной. В меру закрытый, в меру юмористичный, талантливый и при этом достаточно скромный в жизни. Да я и по улице хожу так, иногда чувствую на себе взгляд. Вы узнали? Чувствую, женщина узнала, а потом смотрю на ботинки и так морщится. Ну, не могу я как этот, вот этот самый, боярский, носить все время шляпу и темные очки. И уметь создавать вокруг. Хотя понимаю, что надо, надо. С Леонтьевым режиссером в работе, пожалуй, проще. В его репертуаре около двух десятков постановок. Но запоминаются прежде всего провалы, с улыбкой говорит актер. Или комичные случаи. Например, когда каждая собака радостно встречала лайм его коллегу, который должен был гавкнуть за кулисами. Я потом у него научился вот так. Похоже, да? Так вот, играли тоже так, маленький клуб, тоже на грузовиках. Как только он гавкнул. Вся деревня, все собаки, которые там были. Это такой поднялся гвалт. Зрители, это, конечно, восторг полный у нас всех. Затихли. Играем один отрывок, второй, там спели, сплясали, что-то еще. В конце мы играем отрывок «Чеховский дипломат». Я сижу за столом, пишу что-то. Вон входит Коля, который лаял. «Здорово, голубчик!» У него текст там такой. Вот как только он произнесся. «Здорово, голубчик!» Все собаки. Узнали его голос. Тембр голоса узнал. Актеров часто спрашивают, что остается потом, когда закрывается занавес, и зал свободно вздыхает в ожидании новых зрителей. Остается память. О пережитых эмоциях, сложных ролях, гениальных решениях, костюмах и бесконечных приключениях. Мы были где-то на Украине. Играли пьесу, где Ленин Владимир Ильич. И надо было ехать где-то в воинскую часть, что ли, куда-то. И гример, который полтора часа делали грим Ленину. Волков, народный артист, играл Ленина. Вот. И гример, у него вечером спектакль. Он не смог поехать вместе с ним. Поэтому сделали так. Он загримировался в театре. Полтора с утра пришел, ему сделали грим, все. Посадили в автобус его. Жара на Украине. Он сидит без рукавочки. Мы едем. Где-то там одно село, второе. И вдруг дядь какой-то голосует. Ну, остановились подвезти его. И он сел рядом с Лениным. И мы все, конечно, замерли все. И он так на него один раз посмотрел. Задумался. Второй раз посмотрел. Потом шофер возил. Можно я выйду? Ушел. Кто его знает, что он там подумал. Он скучает по временам, когда к театру относились словно к храму. Надевали лучшие костюмы, боялись лишний раз скрипнуть креслом и с нетерпением ждали новой премьеры. Театр должен поднимать, дотягивать людей до своего уровня, уверен актер Сергей Леонтьев. Но никак не наоборот. Так хочется, чтобы от этой дышащей темноты в зрительном зале исходило доверие и уважение к актерам и репертуару. Чтобы в театре был Шекспир, Чехов, Островский, Гоголь. И меньше вот того, при помощи чего приходится зарабатывать. Деньги по такая вот этим, которая приходит вот так вот. Покурил, ушел, пришел и уже. Недавно актер отметил юбилей 75 лет. Он рад, что сын и внуки не пошли по его стопам и занимаются любимым делом. Впереди новая премьера, а значит и бессонные ночи в поисках правильной интонации и подачи. Но это и есть актерское счастье быть востребованным и с мальчишеским трепетом и нетерпением ждать, когда снова откроется занавес. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok